Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Тема дня». Сегодня в студии государственного телевидения министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Дмитрий Васильевич Фёдоров. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич. Добрый день, Дмитрий. В эти дни в Ульяновской области проводится Поволжская экологическая неделя. И центральное место в ней занимает национальный парк Сенгелеевские горы. Но начать я все же хотел. Нацпарк тоже расположен на берегу Волги и все сегодня видят, насколько она обмелела. Ваш комментарий. Мы находимся на грани экологической катастрофы или все куда гораздо проще и ситуация исправима? Мы находимся сегодня в достаточно сложной ситуации с низкой водностью Куйбышевского водохранилища. Она сложилась по целому ряду причин, из которых важнейшие это прогнозы, которые показывали, что высокие запасы воды в снежных массах, это большие атмосферные осадки зимой 2018-2019 года, не только в Средней Волге, но и на Верхней Волге, они должны были обеспечить достаточно большой объем приточности в период весеннего паводка. Под это, соответственно, решением Федеральной комиссии по регулированию каскада российских газ было принято решение о объемах сброса воды на Куйбышевский газ имени Ленина, которые составляли свыше 20 тысяч кубических метров в секунду. И эти сбросы начались в период еще до середины апреля, и на сегодняшний день мы видим, как достаточно быстро бывала Волга. Ну, для сравнения две цифры, опять же, это данные Куйбышевской газ имени Ленина. Объем запасов, полезный такой, так называемый полезный объем, который могло вместить Куйбышевское водохранилище, если сейчас туда дополнительно налить воды. Ну, я выражаюсь фигурально, конечно, открыв кран, 17 кубок километров воды. На аналогичный период прошлого года эта цифра была 5 кубических километров воды, которую водохранилище могло бы еще принять в качестве дополнительного объема. Если берем по относительным отметкам по Балтийской системе, то мы видим, что сегодня уровень 49 метров 92 сантиметра. За прошедшие сутки он поднялся на 4 сантиметра. И вот это вот небольшое, да, но уже заметное прибавление уровня, оно идет уже третьи сутки. То есть сейчас будет постепенно прибавляться, и мы уйдем от этой критической обстановки? Мы видим, что уровень сбросов сегодня составляет порядка 12 тысяч. Уже в ближайшие 3-4 дня он будет составлять 10 тысяч кубических метров. И после 20 мая он будет выходить на отметке 8 тысяч и даже 6 тысяч кубических метров в секунду. При этом приток, который обеспечивается сегодня по пускам воды в Чебоксарской ГЭС и Камским каскадом ГЭС с притоками Вятки, он составляет порядка 13 тысяч. Мы видим, что вот эта разница, она как раз будет обеспечивать постепенный подъем воды. И если он вот в эти в ближайшие дни еще будет пока малозаметный, то после 20 мая он будет более заметный. Это будет прибавка по 10-15 и более сантиметров в сутки по уровню воды. Необратимые последствия до этого момента не наступят. Я имею ввиду нерест рыбы. Рыбаки жалуются на то, что уже сорожка отметала свою икру и она погибла. То же самое со щукой. Мы консультируемся с их теологами. Мы очень плотно сейчас работаем с учеными ведущих вузов Ульяновска, которые занимаются данной проблематикой. Мы видим, что есть проблемы по карповым породам рыб, которые либо уже отметали, либо сейчас находятся в ожидании икромета. И здесь, конечно, будут колебания численности данных видов. Чудо не произойдет, если эта икра осталась у нас в высохшем состоянии. Естественно, ни о каком размножении данных пород рыб в этот сезон речь уже, конечно, не идет. Это проблема. Эта проблема будет ощущаться еще в ближайшие два, то и три года. То есть это снижение численности отдельных видов рыб. При этом базовые промысловые виды рыбы в данный момент еще пока не отметались по икре и недостаточно еще температуры воды. Поэтому и до 20 мая, если у нас пойдет сейчас как раз уровень воды в рост, то это должно сберечь наиболее ценные виды рыб, которые сегодня у нас обитают в Куршеском водохранилище. Подобная ситуация наблюдается не только в Ульяновской области, но и в соседних регионах. Вы, наверное, объединились этой бедой в Министерство природы, я имею в виду, и соответствующие запросы или другие обращения куда-то направили? Да, мы тремя регионами направили обращение. Помимо Ульяновской области, соответствующие обращения подписаны Республикой Татарстан, Самарской областью, которая также зависит от уровня воды в Куршеском водохранилище, от этого зависит уровень малых рек. Для нас это очень важно еще и потому, что вот этот вот очень большой расход воды при сбросах, он вызывает осушение малых рек и их водосборных площадей.